Очень часто у разных профессиональных трейдеров вы можете увидеть, что на графике нанесена какая-то линия. Что это за линия, почему она так важна? Значит, данную линию называют скользящая средняя, и это самый популярный индикатор технического анализа. Отражает она усредненное значение цены за указанный промежуток времени. Значит, на картинке у меня черная линия, это график цены. Цена у нас очень волатильна, да, она постоянно прыгает, она колеблется. При быстром изменении рынка волатильность может достигать больших значений и давать очень много ложных сигналов и очень много шума. Для того, чтобы убрать весь шум, вы можете нанести скользящую среднюю на график вашей цены, и вы увидите истинное значение цены без этого шума, без ложных сигналов. Значит, скользящая средняя, она помогает нам первое определить тренд, да, куда направлен тренд в данный момент, вверх, вниз, либо цена консолидируется. Значит, также скользящая средняя помогает нам определить изменения тренда. И третье, очень часто скользящая средняя торгуется как линия поддержки и линия сопротивления. Значит, для того, чтобы определить тренд, нанесите скользящую среднюю на ваш график. Если скользящая средняя будет находиться под графиком цены, считается, что тренд направлен вверх, и цена будет расти. Если же скользящая средняя находится над графиком цены, считается, что тренд направлен вниз, и цена будет падать. Для того, чтобы определить изменения тренда, вам необходимо пронаблюдать за пересечением скользящей средней графика цены. Как только происходит пересечение скользящей средней графика цены, считается, что тренд меняется на противоположный. Из примера ранее на Apple в начале этого ролика, если мы откроем график цены, то мы увидим, что цена очень волатильна. Никакого понятия о тренде это нам не дает. В то же время, если мы нанесем скользящую среднюю на график цены, мы очевидно увидим эти тренды. Мы видим, что ранее у нас был восходящий тренд, но 25-26 февраля он впервые изменился, изменил свое направление и у нас стал нисходящий тренд. Причем график цены нам этого не показывал абсолютно. Мы видим большую волатильность, мы видим прыжки цены из стороны в сторону. В это время скользящая средняя нам четко показывала, что покупать в это время не стоит. Тренд у нас все еще продолжается вниз, медвежий тренд. А изменение этого тренда на положительный случилось 8-9 апреля. Опять же, скользящая средняя также изменила кардинально сильно свое направление и тренд стал восходящий для Apple. Причем по графику цены вы не могли это определить, а скользящая средняя вам показывала это абсолютно очевидно и абсолютно ясно. Также скользящая средняя используется как линия поддержки и линия сопротивления. Обратите внимание на эту картинку. При сильном тренде вверх скользящая средняя выступает линией поддержки. Цена будет отпрыгивать этого значения и продолжать свой тренд вверх. При тренде вниз скользящая средняя очень часто выступает как линия сопротивления. Обратите внимание на эти фитиля, длинные фитиля на линии сопротивления. То есть продавцы, цена доходила до этого значения и продавцы сталкивали цену вниз. И тренд продолжался. Поэтому скользящая средняя выступала как линия сопротивления. Когда вы смотрите на скользящую среднюю, вам важно понять, что произойдет. Цена отпрыгнет от скользящей средней, либо же цена пробьет эту скользящую среднюю. Так вот, если цена отпрыгивает от скользящей средней, то это выступает сигналом к продолжению тренда. И вы можете открыть позицию по этому тренду, как и в продолжении ему. Если же цена пробивает скользящую среднюю, то это сигнал к изменению тренда. И вы можете открыть позицию в сторону, противоположную прошлому тренду. Значит, скользящая средняя также подскажет, тренд находится ли он в движении, либо происходит смена тренда. Но скользящая средняя основана на данных о прошлых ценах. И поэтому известна как запаздывающий индикатор, да, лагающий индикатор. Поэтому не предупредит она вас заранее о каком-то событии, но расскажет все о тренде и подскажет, когда он изменится. В самых базовых принципах для того, чтобы найти изменение тренда и сыграть на этом изменении тренда, вам необходимо нанести скользящую среднюю на график цены. Так вот, пересечение графиком цены скользящей средней является сигналом для покупки, либо для продажи акции. Например, если мы видим, что график цены пересекает скользящую среднюю вниз, это служит сигналом, потенциальным сигналом для открытия шорта. Когда же скользящая средняя график цены пересекает скользящую среднюю вверх, это служит потенциальным сигналом для открытия лонга. Существует два самых основных и самых популярных вида скользящей средней. Это простая скользящая средняя или SMA и экспоненциальная скользящая средняя или EMA. Для того, чтобы понять разницу между простой скользящей средней и экспоненциальной, давайте посмотрим, как они рассчитываются. Значит, для того, чтобы рассчитать значение скользящей средней с длиной 10, вам необходимо взять значение цен за последние 10 дней, посуммировать их вместе и разделить на количество дней, разделить их на 10. Например, на графике у нас видно, что в первый день цена оставляла 300 долларов, на второй день цена выросла до 700 долларов, на третий день цена упала до 400 долларов и так далее. Теперь мы возьмем, посуммируем все значения цен за последние 10 дней и разделим их на количество дней. Разделим их на 10. Получается, значение суммы получилось у нас 5000. Делим их на количество дней на 10. Получаем значение скользящей средней 500. Соответственно, в этом месте, в последний день, мы увидим значение скользящей средней равное 500. Теперь давайте посмотрим, что произойдет на следующий день. Например, на следующий день цена выросла еще на 100 долларов и стала на 700 долларов. Соответственно, нам нужно прибавить это значение и вычесть день, который уже у нас не участвует. Вычитаем 300 долларов. Соответственно, нам нужно учесть только последние 10 дней. Опять же, суммируем значение цены за последние 10 дней и делим на 10. Получили значение 540. Соответственно, значение скользящей средней теперь у нас 540. Допустим, в третий день цена выросла еще на 100 долларов и стала составлять 800 долларов. Опять же, делаем такой же подсчет. Суммируем значение цены за последние 10 дней и делим на 10. Соответственно, у нас получается 5500. Мы делим на 10. Значение скользящей средней в последний день составило 550 долларов. И так скользящая средняя и рисуется. Так она и формируется. Значит, как рассчитывается скользящая средняя? Для того, чтобы рассчитать значение скользящей средней при длине 10, вам необходимо сложить значение цен за последние 10 дней и разделить на количество дней. Разделить на 10. И так вы получаете значение скользящей средней длиной 10. Соответственно, если же у вас скользящая средняя длиной 50, вам нужно сложить значение цен за последние 50 дней и разделить на 50. Но чем больше значение скользящей средней, чем больше ее длина, тем больше будет задержка и тем медленнее линия будет реагировать на изменение цены. А это очень важно, потому что вот эта задержка может достигать больших значений и вызывать большой риск для вашей торговли. Как же это исправить? Исправляется это очень легко. Для этого была придумана экспоненциальная скользящая средняя. Экспоненциальная скользящая средняя при расчете распределяет больший вес на текущий период времени и меньше на прошлый. Поэтому она быстрее реагирует на изменение цены. И как итог, она отражает более быструю смену тренда и более быструю смену цены, потому что она делает больше акцент на то, что трейдеры делают в данный момент. И меньше она делает акцент на то, что было в прошлом. Для того, чтобы понять разницу между экспоненциальной скользящей средней и простой скользящей средней, давайте их нанесем на график и посмотрим, как они реагируют на изменение цены. Значит, голубая линия – это у меня простая скользящая средняя или SMA, и розовая линия – это экспоненциальная скользящая средняя или EMA. Обратите внимание, при прыжке цены вверх экспоненциальная скользящая средняя реагирует быстрее, она находится ближе к графику цены. В это время простая скользящая средняя среагировала с задержкой. Точно так же при падении мы видим, что экспоненциальная скользящая средняя находится ближе к самой цене, чем простая скользящая средняя, которая опять же среагировала с задержкой. И так мы и видим, что постоянная экспоненциальная скользящая средняя находится ближе к цене, у нее реакция на изменения цены быстрее. Также вам очень важно понять, какую длину скользящей средней выбрать. Все это зависит от вашей стратегии. Если вы занимаетесь какой-то краткосрочной торговлей, если вы ловите сильный тренд, то вам нужно выбирать значения от 5 до 20. Если же у вас среднесрочная стратегия, либо свинг стратегия, вы ловите тренд, тогда вы можете использовать 50-ю скользящую среднюю. И если у вас долгосрочная стратегия, либо инвестиции, вам важно видеть фундаментальный тренд. Для этого вы должны выбрать значения от 100 вплоть до 1000-2000 и торговать в соответствии со своей стратегией. Теперь давайте разберем, когда вам нужно использовать простую скользящую среднюю, а когда вам нужно использовать экспоненциальную. Если вы торгуете в краткосрочной стратегии, вам нужно поймать движение цены очень быстро, у вас рынок меняется очень быстро, тогда вы должны использовать экспоненциальную скользящую среднюю. Так как она быстрее реагирует на изменения цены, соответственно вы будете закрывать позицию более быстро и более успешно. Но если вы торгуете в среднесрочной стратегии, если вас интересует свинг стратегия, либо долгосрок, вас не интересуют эти быстро изменения цены, вот эти колебания, вам важно увидеть тренд. Для этого вы должны использовать скользящую среднюю простую, чтобы убрать весь этот шум, убрать все эти ненужные колебания и видеть чистый тренд. В следующем уроке я вам расскажу, как использовать скользящую среднюю именно в стратегиях, как торговать пересечения, как ее использовать в виде линии поддержки и сопротивления, поэтому смотрите часть 2.